Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Вы пишите о том, что вам 26 лет и незаменим, вам все говорят, пора, я знаю, вы знаете это сами, но как на это реагировать и не переживать. Спрашивайте вы. Здесь совершенно очевидно, что у вас есть такая позиция, что если я не замужем, то со мной что-то не так. А люди, которые требуют от меня того, чтобы я вышла там, эти люди, они как бы стоят выше меня. Их мнение для меня, ну, более, более, более важно, что ли. Вот, и как бы, когда они говорят мне, что... Ну, что ли, это мне Баранка замуж, да, мне это не доделает больно. Я пытаюсь это открыть, вот, что, ну, что мне больно. Я пытаюсь это как-то, ну, как-то вот, убрать, вот, и пытаюсь, ну, в общем, и вам, наверное, показать. Что я соответствую, там, вот этой, ну, вот этой их позиции, которая у них есть, вот, позиции, что действительно нужна замуж. Вот, значит, ну, мне кажется, что вам мешает то, что вы пытаетесь выйти за, мне кажется. То есть, вот, если бы спросили меня, да, я бы так и сказал, что, ну, нельзя выйти замуж, желая, пытаясь выйти замуж. Потому что, даже если у вас получится это сделать, даже если вы сможете выйти замуж, Скоро всего, в браке вы будете не счастливы. Потому что неестественно воспринимали себя, неестественно воспринимали мужчину, вот, в котором вступили в брачные отношения, вот, и, соответственно, соответственно, куча ошибок у вас к нему была, была, и в итоге, ну, в итоге все это, мягко говоря, как-то вот не оправдалось, скажем так, вот, понимаете, да, о чем идет речь. То есть, вы оказываетесь по факту, по сути, вы не риска, как мне кажется. И крайне важно, чтобы вы не оказывались, ну, вы не оказывались в зоне риска. Ну, а почему? Потому что тогда вы будете уязвимы, зависимы и прочее, прочее, прочее. Я бы сказал, что то, что вы пытаетесь вот выйти военность, то, что вас это волнует, то, что вас это беспокоит, я бы сказал, что здесь есть проблематика, ну, интересность, может быть, в своей жизни. То есть, грубо говоря, чем, что еще важного есть в моей жизни, кроме замужества? Никак. Какая моя там словно говоря, ну, ровно гламан. Жена. Что? Ну, нет какая добавна, что роль жены, роль жены, может не основная в полный мир. То есть, что такое жена, да, вот, что такое жена? Это социальный род. Жена это социальный род, к сожалению. Это не личность, это как бы не индивидуальность, это просто социальный род. Ну, если вы ничего кроме значимости своей социальной роли не видите, ну, я боюсь, что вот именно поэтому вы так переживаете, что вот, что-то лучше навсегда, а вот интересно, что вот, без чалOUR, то есть вспоминка, просто потому что, если вы 좋아те, потому что-то старт, то что вот это может быть, естественно, только если вы понимаете, то есть, может быть, чем мы понимали какие-то, но если вы знаете, что-то есть. Вот, и эта теория, она, получается, вами управляет, она, получается, вас эта теория направляет. Ну, мне, лично мне, просто это не близко, нет, то есть, я считаю, что женщина, так сказать, как мужчина, больше, всегда больше, чем, ну, чем какая-то их роль. Вот, мне так, по крайней мере, кажется, и, соответственно, я стараюсь продвигать, вот, с той или иной степенью успешности, на самом деле, потому что, ну, не согласен, всегда есть и будет. Вот, если вы присмотритесь к себе, вот, если вы присмотритесь, там, прислушаетесь к себе, вот, вы увидите, что, вот, в этой, вот, позиции, что я переживаю из-за того, что, ну, Я переживаю, могу быть там, когда люди думают их, что, что я, ну, если я в дамерем, то я плакала, знаете? с чем штука. Ну а теперь подумайте, теперь подумайте, подумайте, что человек должен, я имею ввиду, что муж должен доказать вам, что вы хорош, ну вы же замуж. Получается, что очень такая вот не самостоятельная, а значит уязвимая позиция, вот и я могу сказать, что мне это просто вот не близко, мне не близко. Такой подход к человеку, мне очень неприятно, я бы даже сказал обидно, что вы сводите свои цены к замужеству, что вас это так задевает, вот. Потому что, ну, скорее всего, скорее всего, замуж вы выйдет, скорее всего. Вопрос, на мой взгляд, такой интересный вопрос, это вопрос, за кого и когда? Да. Вот такой вопрос, знаете, вот. Вот это важно, мне кажется, ну вот так вот, по настоящему. То есть, то, что вы видите, то, что вы видите замуж, это сто процентов. Вот скажу их, когда? Это большой вопрос. И если вы, ну, если вы, эм, как бы, себя, цените, если вы себя уважаете, если вы, ну, как бы, относитесь к себе положительно, вот, что вы не будете спешить, спешить с этим. Потому что, потому что, ну, в начале нужно состояться, в начале нужно состояться, либо кем-то идти вместе будет развить, знаете, либо найти человека, который, ну, был бы готов вам, ну, дать возможность расти. Вот, вот, вот. Понимаете? Вот тут вот, как повезу. Я не уверен, что вы руководствуете с этим, при выборе того, за кого вам выйти замуж. Я думаю, что вы руководствуете тем, кто вам, например, ну, нравится и так далее. Вот. При этом, ну, как бы, знаете ли вы, что означает, там, условно говоря, ваша сгибация к человеку? Ну, что означает, там, ну, как бы, ну, что означает, там, ребята, ваша сгибация к человеку? Вот. Потому что, ну, как бы, бывает так, что, ну, что, ребята, она, вроде бы, к одному, да, вроде бы, к человеку? Да, ну, бывает так. А на самом деле, симпатия к себе такое тоже бывает. И, ну, получается так, что одно заменяется другим, и наоборот. А человек, ну, словно говоря, в погоде, в погоде, в погоде, в погоде за тем, чтобы не быть плохим, не выделяться. Вот. В погоде за тем, чтобы обманом, ну, пускай, приступили глаза окружающим людям, и быть тем, каким они хотят его видеть. А потом страдают. Вы, понимаете, вы выйдете замуж для других людей. Но жить замужем вам эти люди не будут с вами жить. Те, кто говорит вам все, что вам пора замуж, они не будут жить в своем браке, а вы будете. Так, прежде чем выйти замуж, вы подумаете, как вы будете жить. Жить в браке гораздо сложнее, чем его создать. Понимаете? Я нигде не уверен, что вы к этому готовы. Потому что жизнь в браке – это в том числе и определенная работа над отношениями. Работа не в том смысле, что это труд, упорный и так далее. Нет. Но это только чувствование себя, партнера, своих изменений, его изменений. А теперь, теперь спросите себя и честно ответьте. Честно, только честно, честно, честно ответьте. Честно, пожалуйста. Но это важно. Вот. Такая вот эта сторона. Такой вот шанс. И вот вам ответ. Да. Ну, я бы дал. Вот. Надеюсь, это было вам как минимум интересно. Вы поймите правильно. Я не выступаю против брака. Вот. Я просто говорю о том, что много людей вступает в брак, будучи не готовы. Вот. И это точно. Это тоже ничего. То есть ничего страшного нет в том, что люди не готовы к браку. Но одно дело. Если здесь и сейчас я хочу вступить в брак, чтобы сделать себя счастливым или счастливой, например. И так далее. Такое, это не очень страшно. В этом случае. это нормально. И совсем другое дело, когда человек говорит, ну, я из тебя выходила, например, там, ожидал от тебя одного, а ты, там, не знаю, негодяй и вообще будет оказаться вот таким, вот таким-таким и так далее. Это совсем другое. Но дело есть, если человек выходит замуж, чтобы отдавать то, что у него есть, того, что и знает, что у него есть, и никто никогда, словом, не заставит, не заставит его отдавать больше. Другое дело, когда человек замуж выходит, чтобы получать. И что произойдет таким человеком, который не получит то, что он хочет, например. Такая вот история. Так что важно не то, с кем вы, важно то, какая вы. Это определить то, с кем вы будете, а не наоборот. Но этому нужно учиться. Поэтому в первую очередь научиться, научиться свободе, научиться слушать себя, а не других людей. Вам поможет психотерапия, вот вам поможет специалист, а дальше уже разберет, как и как действовать. В этом все. Надеюсь, что помогу вам. Желаю всего доброго и удачи.